Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Сегодня поговорим о федеральной государственной программе «Жильё для российской семьи». На данный момент проект реализуется более чем в 60 регионах Российской Федерации. Об этом и не только расскажут наши гости Инна Повалаки. Мы замечаем активность, потому что количество заявок у нас увеличивается. Цель – это сделать доступным комфортное и качественное жильё для отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. Если остановиться поподробнее на категориях, их на данный момент 17. Конечно же, логично предположить, что первыми идут семьи, так как программа называется «Жильё для российской семьи». Во-первых, это молодые семьи, где возраст родителей до 35 лет и в которых есть дети, один или два ребёнка. Это многодетные семьи. Это получатели материнского капитала. По сфере деятельности кто у нас попадает? Это государственные и муниципальные служащие, так называемые бюджетники. Это граждане, которые работают в сфере здравоохранения, образования, культуры, науки, центров занятости. Это сотрудники оборонно-промышленных предприятий, инновационных каких-то предприятий. Вы назвали такие социальные профессии, которые обычно тоже в стране. То есть бизнесмен может себе позволить что-то купить в рассрочку, в кредит, учителю гораздо сложнее. Да, и в этом большое преимущество данной программы. То есть в стране не остались военные. То есть ветераны боевых действий и получатели военной ипотеки также являются участниками данной программы. С полным перечнем можно ознакомиться в документе, который утверждён в Рязанской области. Это постановление номер 304 от 29 октября 2015 года. Само постановление доступно в сети интернет. Также хочу подчеркнуть, что в 2016 году ожидается добавление, расширение категории граждан. А могли бы назвать какие, чтобы сейчас люди как-то оживились? Потому что в преддверии Нового года хочется чуда какого-то. Вы знаете, насколько я знаю, что наверняка будет утверждена такая категория, как инвалиды и семьи, в которых есть дети-инвалиды. Все остальные на проработке, и меня просили пока их не озвучивать. Не соглашать. Самый главный вопрос. Как стать участником программы? Что для этого нужно? Куда сразу обратиться? С каким пакетом документов? Сам механизм очень прост и понятен для каждого потенциального участника. Давайте поподробнее остановимся на том, как стать участником программы. Какие конкретно документы нужно готовить? Во-первых, это заявление на участие в программе по утвержденной форме. К заявлению прилагается форма по соглашению об обработке персональных данных. Эти два документа распространяются на все 17 категорий граждан. А дальше для каждой категории граждан необходимо дополнить два вышеуказанных документа своими, еще некоторыми документами. Если рассмотреть на примере молодой семьи, то заявитель, это либо супруг, либо супруга, подает к вышеуказанным документам паспорт, копию паспорта свой и своей супруге. Плюс обязательность должна быть присутствовать страница из паспорта с регистрацией по месту жительства и свидетельство на детей. То есть, соответственно, вот эти пять документов, включая обязательные, должен подать участник из категории молодая семья. Давайте на каком-нибудь объекте остановим свое внимание. Например, объект Экополис достаточно интересный. Расскажите о нем. Да, я думаю, имеет смысл на него обратить внимание, потому что как раз по программе «Жилье для российской семьи» в Экополисе будет сдано 95% объема. То есть, это основной объем, который приходится на программу. Значит, на что хотелось бы обратить внимание. То есть, Экополис – это не только новый проект на рынке, который является участником программы «Жилье для российской семьи». Это и новая атмосфера жизни, когда в жилом комплексе все необходимые условия для жизнедеятельности находятся внутри самого жилого комплекса. То есть, под инфраструктурой что можно понять? Садик можно? Да, вся социальная инфраструктура. То есть, помимо садика будет построена школа. Магазин. Магазин, банк, поликлиника, торговые центры. Значит, помимо прочего, будет организовано транспортное сообщение между жилым комплексом, который расположен по Солочинскому шоссе в поселке Ворские, до города Рязань. То есть, будет запущено отдельное транспортное средство. Это уже согласовано. Значит, помимо прочего, проектом предусмотрена большая парковая зона, порядка 25 гектаров. Внутри каждого квартала в экополисе будет своя зеленая зона, много детских площадок. Большое внимание уделяется спортивным объектам. Вся территория будет находиться под видеонаблюдением. Значит, застройщиком является федеральная компания KillStroyInvest. Сам проект разрабатывала итальянская компания Solid и архитектурное бюро A-Studio. Соответственно, в проекте задействован европейский подход к строительству и, в принципе, к самой атмосфере жизни. Значит, в проекте что мы можем предложить по программе «Жилье для российской семьи»? Это однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры в многоквартирных домах площадью от 30 до 80 квадратных метров. Это таунхаусы от 92 до 150 квадратных метров и индивидуальные дома. Стоимость на данный момент по программе «Жилье для российской семьи» от 30 тысяч рублей за квадратный метр. Если конкретно посмотреть на квартиру, то представлены объекты от 886 тысяч рублей, включая чистовую отделку. Таунхаусы от 2 миллионов 550 тысяч рублей. Это действительно очень выгодное предложение. Да, на самом деле, пока на рынке ничего подобного не было. В Рязани на данный момент три возможных точки по сбору документации. Это офис жилого комплекса «Экополис», который расположен по адресу улица Праволыбецкая, дом 27А, офис 116, телефон 252590. Вторая точка сбора заявок – это управление дополнительных мер социальной поддержки и распределение жилья, который расположен на улице Горького, дом 1. И третья точка по сбору – это администрация Рязанского района, которая расположена в поселке Соколовка на улице Связи, дом 14. Когда такое количество плюсов, всегда какой-то вот ищешь, да, изъян, нюанс. Давайте о качестве жилья поговорим. Для потенциального участника представлен достаточно разнообразный набор. Это и квартиры в многоквартирных домах, это и таунхаусы или дома блокированные застройки, кто как более понимает, и индивидуальные дома. Мы это выбираем сами, это наш выбор, или это как бы вот мы попали в категорию, и дальше уже вот то, что есть? Зависимости от принадлежности к той или иной категории нет. Это зависит от условий наличия на рынке у застройщиков предложений. То есть в данном случае никакого ограничения нет. И таких предложений хватает? Пока хватает, и я думаю, что будет вводиться новый объем, да, по программе «Жилье для российской семьи», потому что вот на данный момент, если мы посмотрим на рынок, до 2017 года запланировано сдать 175 тысяч квадратных метров. Если усредненным посмотреть, взять какую-то среднюю площадь квартиры, ну, в районе 50 квадратных метров, то получится, что порядка 3,5 тысяч семей смогут приобрести жилье по данной программе. А это, соответственно, льготная стоимость квадратного метра и льготные условия ипотечного кредитования. То есть и, помимо прочего, все объекты, это и дома, и таунхаусы, и квартиры, сдаются с чистовой отделкой. Мы приглашаем гостей в нашу студию только с одной целью, чтобы для телезрителей была какая-то польза от услышанного. Что они сейчас должны запомнить, главное, касаемо вот этой замечательной программы, может быть, сделать до Нового года, чтобы нигде не опоздать и ничего не потерять? Да, я думаю, что имеет смысл оперативнее воспринимать информацию, да, и предпринимать какие-то действия. Потому что стоимость жилых объектов по программе «Жилье для российской семьи», которая регулируется документацией, должна быть менее 20% ниже рыночной стоимости от рыночной. Соответственно, и при этом до 2017 года она не повысится выше уровня 35 тысяч рублей за квадратный метр. Но при этом предполагается, что есть вероятность того, что стоимость будет повышаться. Чистовая отделка в данном случае – это квартира полностью готовая для проживания. То есть, санузел, первое, что нужно. Да, 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 весь набор сантехники будет в... Плита, санузел, какие-то вещи, которые необходимы. Да, индивидуальное отопление будет, иностранный газовый котел. Значит, все комнаты будут отделаны. Это обои на стенах, это натяжные потолки, это стеклопакеты двойные, двухуровневые. Можно приехать сразу и постепенно менять эту квартиру так, как хочется уже хозяину. Это были очень полезные 10 минут, все, что я могу сказать. Если вы что-то пропустили, уважаемые телезрители, заходите на наш сайт город62.tv. Вы всю информацию найдете там. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова